Слава Иисусу Христу! Я приветствую вас всех Его великой и святой любовью. Наша сегодня с вами встреча, она в основном связана с вашими вопросами. Я не знаю, кто эти вопросы писал. Она связана с вашими вопросами, как я понимаю, может быть. Это даже писала не молодежь, но это ваши вопросы, которые вы задавали вашим пасторам. Но я хочу сначала обратиться к слову, к Священному Писанию. Немножко поговорите об этом. Да-да. Братья, мы предлагаем такую форму нашего общения. Вот вы знаете, брата Ричарда, это ответственный за образование в Германии, один из сепископов нашего братства. И он будет говорить определенную тему о Слове Божьем. Но у вас есть, безусловно, вопросы. Как-то вы организуете так, чтобы вы могли все писать записки. Мы просим, чтобы не было богословских вопросов. В каком плане? А как понимать такое местописание об откровении, что такое там Венец, или что такое там люди 144 тысячи? То есть, это частный вопрос, который вас интересует, его можно отдельно задать. Но когда мы в таком обществе, нам нужно понимать вопрос сегодняшнего дня. У нас сегодня молодежь хочет познавать Библию, хотят знать, какую Библию. Сейчас много переводов, всяких людей-толкователей, спикеров и так далее. Поэтому просьба такая, пишите по нашим злободневным вопросам, или то, что тревожит нас. Пишите эти вопросы, и тут братья будут по возможности помогать, отвечать будут. Благослови Богу. Мы, прежде чем начнем читать вопросы, у меня часть их какая-то есть, я хочу поделиться словом. Я прочитаю один стих 137-го псалма. «Поклоняюсь предсвятым храмам Твоим и славлю имя Твою за милость Твою и истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Здесь говорится о слове. Здесь говорит что-то очень интересное. Что Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Как это вообще возможно? Очень просто. Здесь речь идет о том, что Словом Божьим является Христос. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Но было у Бога и Бог. Здесь на самом деле говорится о триединстве Бога. Потому что по-другому это невозможно. Чтобы и Бог, и у Бога. Здесь об этом идет речь. О том, что Христос – есть явление славы в выражении Божьего естества. Вот так это написано. И это мы должны понимать. Он сияния славы в выражении Божьего естества. Когда мы говорим о Слове, мы говорим о Христе. Ни о чем-то другом. Мы без Христа Слово понять до конца не можем. Он есть Тот, Кто есть Божье Слово. Он есть Тот, Кто есть сияние славы в выражении Божьего естества. Познание истины – это познание Христа. Если мы с вами откроем 85-й Псалом, то здесь написаны такие слова. 84-й по-русски. Милость. Я читаю с 11 стиха. Милость и истина светятся, правда и мир облабзаются, истина возникнет из земли и правда проникнет с небес. И Господь дает благо, земля наша даст плод свой. Милость и истина встретятся, правда и мир облабзаются, истина возникнет из земли. Как это? Очень просто. Если мы смотрим на Христа, то мы понимаем. Он был безгрешен. И это означает, что вся его земная жизнь – она истина. Так написано. Закон дан через Моисея, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Он есть истина. У меня было ни малейшие ошибки. Поэтому он и сказал, видевший меня, видел Отца. Здесь идет не о внешнем виде. У Христа было два глаза у меня тоже, у Христа два уха у меня тоже, у Христа две руки у меня тоже, но я такую фразу никогда не скажу. Он имел в виду, что его жизнь – отражение совершенств Божьих. И, значит, истина. Истина возникнет из небес. Ставшим человеком он открыл на земле истину. Истина, которая заключается не в том, что я дискутирую с кем-то, кто лучше понимает Библию. И я понимаю, или ты понимаешь. И ты понимаешь. Один американский проповедник говорил, братья, никого не интересует, что вы понимаете. Но для народа важно, чтобы вы давали ему жизнь. Реальную жизнь. Способность жить в Боге. Жить во Христе. Потому что он – путь истинный, и жизнь. Вот это мы не должны забывать. И поэтому его жизнь на земле, в теле – это для нас истина, которая заключается не в дискуссии, кто лучше понимает, или что-то еще. Это истина заключается, чтобы мы пребывали во Христе. Это истина. Наше пребывание во Христе. Насколько я похож на Христа. Насколько ты похож на Христа. Вот это для нас важно. Потому что Бог возвеличил Слово Своё Христа превыше всякого имени Своего. Слава Богу! И если мы с тобой превозносим, находимся во Христе, то мы находимся в истине. Я прошу прощения. Я был до этого в некоторых церквях, в армянских церквях. Мне братья сказали, Ричард, немцы очень тихие, армяне очень шумные. Ну, так мне было сказано, я просто цитирую, я ничего против армян не хочу сказать. Я знаю, откуда оно пришло. Я не буду обсуждать армянский народ, но я знаю, откуда тишина пришла в немецкий народ. Она пришла от того, что написано, что не возвысит на улицах голоса своего. Не воспрекословит, не воспьёт, и на имя его будут ублажать народы. Вы знаете, я с детства это помню. Ричард, ты должен быть тихим, ты должен быть вежливым, ты должен дать человеку высказать, что у него на сердце есть. Это истина. Она заключается не в том, что я громче кричу и рассчитываю, что я перекричу всех. Я снова повторяю, я не собираюсь критиковать армянский народ. У армянского народа есть целый ряд таких достоинств, которым надо поучиться. Но есть вещи, в которых нам Христос молча говорит громче, чем если бы Он кричал. И это и есть истина. Мой дедушка всегда говорил, я на него ссылаюсь, потому что он меня в чем-то научил. Он говорит, что двое людей спорят, у меня и тот, кто первый кончает спорить. У меня и тот, кто первый кончил спорить. А не тот, кто доказывает, ты не понимаешь, а я все понимаю. Это все с Христа взято. Это все с Христа взято. Я понимаю, вы живете в такой стране, которая свободна, процветающая, пока, да, и мы живем в такой стране. Мы живем в стране, и наши дети, они, как и у вас, у них нет тормозов. они все считают, что они могут свободно высказать. У нас такого понятия не было. Потому что во время гонений все по-другому. Знаете, если вот вы придете ко мне в гости, пройдете там мимо кухни, но у вас кухня и гостиная это практически одно и то же, у нас нет. Но если ты войдешь в комнату, и, например, на столе лежит корка сухого хлеба, ты на нее даже внимания не обратишь. Пройдешь, сядешь. Самое большее, что ты подумаешь, могли бы стол протереть. Но если во время голода ты придешь ко мне и увидишь на столе корочку хлеба сухого, твои глаза прилипнут к ней. Потому что в это время еда ценится по-другому. Понимаете? Точно так же и в духовной сфере. Знаете, когда в Россию пришла свобода, в то время приехал один брат из Франции. А мы ему говорим, ты знаешь что? Вот свобода нам принесла много хороших вещей, но одну вещь она принесла, с которой мы не знаем, что делать. Все спорят друг с другом и каждый держится в своем мнении. Он говорит, братья, это всегда бывает, когда свобода приходит. Пока было трудно, надо было держаться вместе. Это тоже истина. Христос так сказал, чтобы они были и как мы с тобой едины. За это единство надо платить. И Петр, Павел пишет, как платить. Чтобы мы жили не для себя, но угождали ближнему во благо, как назидание. Это тоже истина. Я могу кричать, перекрикивать, говорить, ты неправильно понимаешь, братья устарели вообще. Все на свете не так идет. Но только истины нет. Потому что слишком не похоже такое поведение на Христа. А уж по-человечески, кто-кто, как не он, мог бы кричать и говорить, вы все не так делаете. У него таких поводов в разговорах с фарисеев было вот так. А он не спорил, не дискутировал, очень часто даже не объяснял своих вещей. Он говорит ученикам, вы имели в чем-то нужду? Довылись со мной? Нет. А теперь говорю вам, кто из вас имеет что-то? Продай ее, купи меч. Они говорят, что здесь два меча. Он через короткий срок не разрешит ему пользоваться мечами. Но только в этот момент почему-то ничего не говорит. Он не был склонен к дискуссиям. Это истина. Это способность молчать. Всякий человек добудет скорое слышание, медленные слова, медленные гнев. Это истина, потому что такой был Христос, слава Богу. Он именно таким был. Это истина. И Библия говорит нам такие слова, что кто говорит, что он знает, он ничего не знает так, как нужно знать. А кто любит Господа, я вам сейчас скажу, как это звучит на греческом. А кто любит Господа, того знает Бог. Это чуть-чуть по-другому, чем в некоторых переводах. Они не неправильны. В синтальном стоит. А кто любит Господа, тому знание дано от него. Сто процентов. Но только знание это не информация. Вот я говорю, что я знаю мою жену. Ну, знала, она сейчас умерла. Но это не значит, что после брака я взял лупу, сказал, здесь сюда поближе ко мне, садись, я буду тебя исследовать. Знание человека, человеком, одного морального существа, другим, приходит через длительное общение, которое продиктовано любовью. Там нету иногда моментов, которых я могу объяснить. Вот я буду говорить про свою жену, это бабушка Табираса. Знаете, женщины бывают разные. И женщины, как и мужчины, могут быть чем-то недовольны. Кипеть, как чайничек. Женщины, они кипят, как чайничек, они шумят, как мужчины. Так вот, я знал, если мой чайничек кипит, ее надо оставить в покое, она успокоится быстрее. Попытка ее утешать, она приводит к тому, что она расходится еще больше. Но я знал и другое, что есть моменты, когда она что-то тихо говорит, это надо послушать. Очень внимательно. Я ехал на совет епископов. Она больная у меня. Я это уже рассказывал. Я говорю, Даня, ты хочешь, я позвоню сейчас Виктору Фольфу, скажу, что я не поеду. Нет, ты можешь ехать. Ну ладно, я тебе позвоню, когда кончится совет епископов. Он кончился в 15-12. Я звоню, и она говорит, можешь оставаться на субботу. Я подхожу к Виктору Фольфу, я говорю, я в 15 минут уезжаю и забираю с собой старшего пастора. Что она тебе сказала? Я никогда ему не скажу, что она мне сказала. Я ему сказал, что она мне сказала полгода назад. Потому что после этого сразу скажет, ну она же сказала, оставайся. А что имеет отношение, какое имеет отношение Вальтер к твоей жене? Никакого. Но если я сейчас в 12 ночи поеду один, я почти наверняка сделаю аварию. Усну где-нибудь. Ты что, хочешь остаться без одного из своих епископов? Бери Вальтера и езжай. Мы сели, приехали в 4 часа домой. Он сел в машину, уехал домой к своей жене, а я поднялся на второй этаж, где была наша спальня. Она не спала. Первое слово, которое я услышал, было, как хорошо, что ты приехал. Вот тебе и оставайся. Я даже не могу объяснить вам, что я там услышал по телефону. Но знание одного человека о другом продиктованной любовью. Это и есть познание. А поскольку Сын Божий стал человеком, то наше познание Христа, оно с этим связано. Оно с этим точно связано. И познание истины, оно заключается не в том, что я могу с пеной у рта спорить, доказывая, чтобы старшие братья или кто-то, они неправильно понимают. А познание Христа – это значит познание Его Духа, в котором Он действовал. Братья, это то, что нам нужно. Братья, это то, что вам нужно. Может быть, какие-то вещи, они не так быстро приходят, но в какой-то момент люди скажут, брат, говори, потому что в тебе, во мне, в нас был Дух Христов. И Он прокладывает дорогу себе совершенно по-другому, чем мы ожидаем. Это то, что Бог от нас хочет. Ни дискуссий, ни споров, ни попыток что-то казать с пеной у рта. Отношение к Христу как к истине, которая возникла из Ни и Земли. То есть на самом деле показало себя на практическом опыте жизни реального человека Иисуса Христа. Это есть истина. Она возникла из Земли, потому что, став сыном человеческим, Он показал нам, какова истина в Боге. И в кротком и смиренном служении помогал людям, которые были вокруг Него, являя пример не только тем людям, а нам сегодня с Тобой. Вот это для нас важно. Я думаю, вы меня поняли. Я просто хотел, чтобы мы так жили. Эта жизнь нуждается в большой молитве, в серьезной, углубленной молитве. Я скажу тебе очень просто. Это мой опыт. Когда я был пастором в Москве, я, конечно, молился за людей. Я молился за братьев, я молился за служителей, за братьев, за сестер, за родителей, за детей, за кого-то, кто в самой большой нужде. Я вам скажу. Вот так помолиться за церковь полтора часа проходит, ты даже и не видишь этого. Мне пролетели пять минут, полтора часа я промолился. Потому что людей надо молиться. А в молитве тоже еще слушать. Знаете, я сейчас не делаю дальних поездков, потому что мои очки не только увеличивают мое зрение, они избавляют меня от того, чтобы меня вы в глазах не двоились. То я спрашиваю, у тебя я два человека вижу. Так есть на машине невозможно. А было время, когда я очень помного ездил. А вот я еду и молюсь за разные церкви, за разных людей, за своих детей. Но это в разные моменты за разных людей. И очень часто я чувствовал, подходя к молитве о каком-то человеке или какой-то церкви, что Дух Святой не дает мне молитву прекратить. Молитва такова, я вот за этого человека или за эту церковь должен дальше. Молитва проходит какое-то время, Дух Святой отпускает меня. Та молитва, которую Бог хотел, чтобы была совершена за человека или за церковь, она какой-то результат достигла, какой-то я увижу потом. Это нужда молитвы, это нужда в Боге, это познание Слова и взгляд на Христа. Вы помните, что он сказал? Что Дух Святой обличит мир о праведности, о праведности, по-русски правда, о праведности на самом деле, что я к Отцу моему иду. Люди могли думать, он так поступает, потому что его отец плотник, потому что мать его такая, он так поступал, потому что он с неба пришел. Когда он ушел на небо, то стало понятно. Его мысли, взгляды, дела, они пришли с неба, чтобы мы подражали Христу, Богу, как дети возлюбленные и жили в любви, как Христос возлюбил себя за нас и отдал себя в жертву, Богу, благоухание приятное. Человек, распитый на кресте, он не может приятно пахнуть. Лучше другое иметь цвету. Его жизнь была для Бога прекрасной и благоуханной. Хотя фактически запах умершего человека никогда не бывает приятным. Пусть даже он не увидел длинья. Но праведность учится по-другому, понимается по-другому. Я уже говорил об этом на днях. Это был человек, который звали Дитрих Бонхефер. Это был на самом деле довольно легкий либеральный христиан, но когда к власти пришел Гитлер, он понял, надо из Англии вернуться в Германию, потому что церкви Израилю грозит дикая беда. Его в конце концов арестовали и за две недели до того, как американцы вошли в концлагерь в Лосценбург в Баварии, казнили. Его последними словами на народ. Он сидел в камере смятника. Были такие, это конец, для меня это новое начало. Он за всех помолился, не попросил помолиться за него, он за всех помолился и вышел. Женщина, которая писала свидетельство о его смерти, она сказала, я никогда не видел, чтобы человек так умирал. Такой, с таким упованием на Бога, там сказать ничего нельзя было. Но она что-то увидела. Так же, как мы не можем сказать, а что увидел тот сотник, который сказал, воистину человек был Сын Божий. Знаете, об этом снимают фильмы. Сняли этот фильм, который вы наверняка в Америке знаете, «Страсти Христовы». Это все глупости. Это все чепуха. Это фильм ужасов, хоррофильм на тему Евангелия. Потому что то, что там происходило, мы никогда не повторим. То, что сотник увидел с этого фильма, ты не узнаешь. Там бьют куклу и мучают ее. И называют страданиями Христа. Истина она в другом. Он, будучи, он, страдая, не угрожал. Будучи униженным, не отвечал на это. Он грехи наши вознес на древо, чтобы мы, умершие для греха, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Братья, вы понимаете, что сцена смерти Христа – это самое большое свидетельство о Боге? Мой дедушка часто говорил, Ричард, если ты видишь человека, хочешь его понять, никогда не смотри, как он ведет себя по отношению к тебе. Почти все люди немножко подстраиваются к тебе, под того, с кем они говорят. Ты посмотри, как этот человек ведет с мамой себя, с папой, с близкими. Посмотри, там ты увидишь гораздо больше, как эти люди ведут себя, не обращая внимания на тебя. Теперь я переверну к Христу. Мы понимаем, что мы имеем Библию, это очень много говорит нам о Боге, но Голгофа говорит больше всего, потому что вечный и святой великий Бог, послав Сына на крест, показал, как относится к нам с бунтовавшимся против него людям и не желающим иметь с Богом ничего общего. Он показал нам, как он относится к нам, что он на нас не злится, а любит, что он пришел, чтобы открыть нам истину, чтобы нас исцелить. И эта истина не в том, что я буду дискутировать о переводах. Это истина не в том, что я буду сейчас разбираться в некоторых вещах. Например, Ветхий Завет закон говорит, что зайцев или кроликов есть нельзя, но там совсем не о кроликах идет речь. Они горными кроликами называли совершенно другой тип заживотных. Можно спорить с пеной у рта. Ладно, сейчас мы помолимся. Да. Можно спорить с пеной у рта. Чего можно есть, чего нельзя есть. Мы все ноты этого свободны, как сказал нам Христос. Но чему-то он нас учит. Чему-то он нас учит. А мы до конца на первый такой взгляд внешний не поймем этого. А когда мы будем видеть во Христе ту истину, мы по-другому это поймем. Вы знаете, я сейчас в Германии в Бремени прочитал с молодежью почти всю книгу Левит. Там пару глав осталось. И моя была цель, чтобы люди в этой книге видели Христа. «С каких жертв начинаются все жертвы в Левитах? Жертвы всесожжения. Жертвы всесожжения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Он пришел на эту землю, чтобы творить волю Богу. И закон твой в сердце у меня. Он спасая нас, жил для Бога, жил для Отца. Не роптал бы, будучи побиваем, уничижаем и распят. Я все время за этим вопрос. Мы это понимаем? Мы этому следуем? Это и есть жизнь в истине. Давайте помолимся, что Бог нас благословил, а потом я буду отвечать на ваши вопросы. Я надеюсь, вы это вместите. О, тут все больше вопросов. Хорошо. Я буду по очереди читать, как они ко мне поступали. Употребление в проповеди, в беседе разных переводов Библии со ссылками на оригинал. Да. Можно ли это или нет? Друзья, я понимаю, что если вы находитесь на необитаемом острове и у вас только Living Bible, вам ничего другого читать не получится. Но мы с вами другое имеем. Давайте мы посмотрим. Когда-то Библия сказала в Ветхом Завете, что на имя его будут уповать народы. Да? Написано так? Вы в это верите? У меня вопрос, на каком языке и на каком тексте Евангелие было во всем мире проповедовало. Это был Old King James. В конце XIX века 70% всех миссионеров были англоговорящими. И никакой Библии, кроме Old King James, тогда не было. New King James появился в самом конце 19 века. Наверное, Бог на чем-то выполнил свое обетование. Я не говорю, что вам обязательно читать Old King James. Я думаю, что большая часть из вас не понимает ни этой грамматики, уже ни этого словарного запаса. Поэтому был сделан King James, New American Standard Bible или другие, которым вы пользуетесь. Это были первые. Это были первые. Я тоже понимаю, что если мы сегодня будем читать в Германии перевод Лютера сделан в 1546 году, то большая часть людей не понимает, что там написано. А это не значит, что надо все читать. Я понимаю, что Old King James читать тяжело. Но Христос-то сказал, если пребудете в слове моем, ты вы истинно, ученики, познаете истину, сделайте свободными. То есть нам совершенно не должно сразу все быть понятно. Более того, человек, который говорит, что ему все понятно, если он читает, например, другой перевод, тот же Living Bible или Good News, он просто несерьезно относится к Библии. Он не готов терпеть, пока Дух Святой откроет ему все. им надо попроще, чтобы на Филитон было похоже. Такие Библии сегодня есть, чтобы было похоже на Филитон. Но это неправильно. Ты не сможешь так пользоваться Библией. И в этом смысле я скажу так, я начинал читать Библию со старого немецкого люторовского, по-моему, даже еще, вот тот 1500 какого-то года. Они ее не трогали до 1891-го. Потом пошли первые ревизии. Потом я пришел в церковь. Я стал пользоваться русской Библией. Я ей в основном и пользуюсь сегодня. Я научился ей жить. И потом пришел к нам в церковь один человек. Он учился на православного священника, служил в храме. ему какой-то немец подарил новый завет. Маленький, как Гедеоновский, даже меньше. А он говорит, на это тебе, чтобы ты читал священное писание на родном языке. Я начал читать. Я увидел, что определенные места, они чуть по-другому звучат, чем в русском. Но здесь люди делают большую ошибку. они начинают пытаться выяснять, что правильно и что неправильно. Я скажу очень грубо, а то глупые люди. Потому что на самом деле любой перевод, если он не еретический, а есть еретический, сейчас я объясню, что я имею в виду. Он говорит о том и том же разными словами. Вы знаете, я так много интересных вещей понял в русском переводе, читая немецкий, как никогда. Разные переводы, если они нормальные, они друг друга дополняют. А кто встает за кафедру и говорит, я буду читать в таком-то переводе русском, он лучше. Этот человек не понимает ни синодального, ни того. Он ничего не понимает. Потому что если мы пребудем в Слове Господнем, в Слове Христа, познаем истину, сделанную свободными. И эта истина не может противоречить друг другу в разных переводах. Не может противоречить. Значит, у меня что-то в голове не так работает, что я прочитываю разницу и говорю, это правильно или неправильно. Мой дедушка любил говорить, Ричард, не будь никогда бараней головой. Если ты нашел проблему в Библии и думаешь, что ты правда ее нашел, ты точно будешь бараней головой. Проблема не в Библии, проблема вот тут. Вы знаете, у него была способность, я думаю, он мне ее передал частично, в большой мере, находить выход из всех самых сложных мест Писания. Он умел находить этот выход. А если мы читаем другую Библию для того, чтобы людям показать, что они всю жизнь читали Библию неправильно, это плохо, это неверно. Этот человек не понимает ни синодального перевода, ни нового. Не понимает. Понимаете, Библия, она определенным образом написана. И этот определенный образ касается также слов. Это, кстати, касается толковых словарей, библейских комментариев. Ты можешь это прочитать. Может, они тебе покажут что-то, на что-то не обращал раньше внимания. Но дело в том, что толковыми словарями пользоваться нельзя. Я вам сейчас это объясню. написано вдали. Это один из лучших русских толковых словарей. Любовь. Сердечная привязанность. А Библия что говорит? Любовь – это совокупность совершенства. Немножко по-разному, правда? светское употребление этого слова и библейское. Можно сказать так, например, мы пошли вчера с женой с детьми гулять, пошли в лес, была лужайка, светило солнышко, мы расстелили, одеяло и сидели. Несколько часов посидели. там такая благодать была, что Библия в этом смысле употребляет слово благодать. Конечно, не в этом. Библия, благодать – это незаслуженная милость. Так формулируют библейские словари. А что, бывает милость заслуженная? Да? Там что-то другое. Благодать – это на самом деле благодеющие к нам, то есть расположена к нам работа Бога, которая освящает нас, возрождает, дальше освящает, в конце концов прославит. Это то, что написано, что Бог производит нас действия и хотения по своему изволению. Вот это благодать. А мы начитали с каких-то словарей и начинаем это комментировать, да еще хуже всего говорить об этом с кафедры. это нельзя делать. Понимаете? И надо читать какой-то один перевод, потому что тогда вы познаете истину, и она сделает вы поймете. Самый простой пример. Блаженный нищий духом. А как в новых переводах? Счастливый нищий духом. И в немецких некоторых так. Но вы же поймите, если я читаю один раз счастливый, другой раз блаженный, я никогда не пойму смысла слова. За словом блаженный скрывается что-то другое, большее, чем только счастлив. Человек может быть счастлив, сынок, внук, который пьет, счастлив, что бабушка дала ему деньги, чтобы он купил наркотик или что-то. Но будет ли этот человек блаженный, я очень сильно в этом сомневаюсь. Это бабушка неразумно себя ведет. Я понимаю, не хочется спорить с внуком, она понимает, что если ему не даст деньги, он сейчас начнет себя обзывать и так далее, и тому подобное. Но слово разное. И любовь это не сердечное привязывание, это действительно совокупное совершенство. Мы тоже пользуемся языком нашим. В русском, в немецком, я думаю, в английском практически одно слово в этой любви. В еврейском их минимум шесть. В греческом виноват, я оговорился. Но вы все знаете филио, агапе, эрос, эротика. Хотя я думаю, что далеко не все из вас знают, что слово эротика это не только сексуальная проблема. с точки зрения греческого языка любовь, как эрос, к ней относится патриотизм. Это любовь, когда я хочу что-то иметь. Мы понимаем, что когда молодой человек говорит, я хочу с этой сестрой пожениться, идет к братьям, он говорит, я хочу с ней прожить жизнь, я хочу иметь все время. Но если в эту любовь желающий иметь эту девушку или женщину не войдет братская любовь и не войдет Божья любовь, мы очень быстро будем в семье проблемы иметь и в какой-то момент они будут говорить, братья, придите, помогите, я не знаю, что делать мне с мужем или с женой. Их больше гораздо этих слов. И даже не всегда филио братская любовь означает братскую любовь. Для того, чтобы это понять, надо хорошо знать греческий язык, чего я думаю, никто из вас не знает. У нас есть человек, который учился в Берлинском университете, греческому и латинскому языку, потом еврейскому, он получил мастера. Я его на втором или третьем курсе спрашиваю, ну, какие-то впечатления от чтения Нового Завета на греческом языке. Он говорит, я не читаю на греческом. Почему у меня нету должного знания греческого языка? Человек уже второй курс штудирует, учит древнегреческий язык. А мы так легко. Мне, говорит, новый перевод нравится, ну, тебе просто приятно это прочитать. Может быть, он поддерживает твои какие-нибудь мысли, а может, эти мысли совсем не библейские. Ты просто нашел текст, на котором ты можешь это основать. Поэтому мы держимся одного перевода. Это же относится, кстати, к ослушанию всяких разных проповедей вне церкви. Понимаете, в церкви, вот я проповедую, сейчас говорю, я говорю с обратной связью. Вы понимаете, что это такое? Это значит, ты можешь подумать, что я сказал, открыть Библию, почитать, точно ли Ричард сказал, так делали, верейские, они исследовали, правильно я сказал, Павел или нет? Павел. Они хотели понять, а когда я там слушаю кого там, ну, Джимми Свагерта, я сейчас не буду говорить, что там целая куча неправильных вещей в его комментариях, но ты все равно не можешь проверить, что он имел в виду. Понимаете, мы тут разговаривали между братьями с одним братом, который очень хорошо знал Дмитрия Беспалова. И он разговаривал как-то с Дмитрием Беспаловым об одном человеке, который чтится всем христианским миром, как первый открыватель и благословенный человек. Но вы же его никто не видели. Он говорит, вы знаете, этот человек прекрасно проповедовал из телевизора, но в жизни это был совершенно плотской человек. Это надо знать. Я не назову вам имя, я могу назвать имя, он-то назвал это имя. Это шок. Это шок. Я только читал его книги, я думаю, интересно, почему у него такие взгляды? Почему у него такие взгляды? А когда он мне это сказал, я понял, почему у него такие взгляды. Потому что в каких-то вещах он совершил духовное действие? Мы все принимаем за чистую монету. Да, такой знаменитый человек сказал, прекрасно. Может быть, и правильно сказал. Возьми Библию, почитай. А если мы пользуемся Библией с обратной связью, нам нужен какой-то один перевод, чтобы нам хотя бы не мучиться. Если я хочу какие-то вещи выяснить в Германии, я беру немецкий перевод, а здесь английский или русский. А если мы читаем и помнимся разными переводами, мы сбиваем людей с толку. В Германии целая проблема. Они подходят в магазин, стоит полка с массой переводов. Я думаю, что на немецком тоже много переводов, как и на английском. Так как я немножко сравнивал, считал их, они просто говорят, мы не пойдем в вашу церковь. Вы разберитесь сами, каким переводом вы пользуетесь. Вы же противоречивые. Они не понимают, что противоречия нет. Но это проблема остается. Вы меня поняли, да? Оригинал, конечно, греческий, но это тоже оригинал не в том смысле, что мы имеем там то, что Павел буквально писал рукой или диктовал кому-то. Это все пропало. Оригинал языка. Его надо знать. Если вы собираетесь так изучать Библию, то пока вы изучите греческий язык, вы потеряете столько времени, что это никому слабо не покажется. А Христос сказал, если пребудете в слове истинно, мои ученики, познайте истину, сделайте вас свободны. Мы же в конце концов не мусульмане, которые говорят, что Коран можно читать только на арабском. Это им тоже не помогает. Но вы меня поняли, да? Ссылки на словари библейские это тоже не надо. Я вам скажу прямо. Если мне нужно какой-то текст все-таки посмотреть на греческом языке, я никогда не беру словари библейские. Я беру словари светские, потому что существует реальная мода на понятие слов. И сто лет назад они переводили так, как они сегодня не переводят. Они по-другому переводили. Это очень легко понять, сравнив словари. Я поэтому предпочитаю посмотреть, если что-то мне очень нужно, как это слово понималось в те времена. И надо еще понимать, что словарный запас Библии он другой, чем у классической греческой литературы. А не только Библию прочитать и словарь их понять, надо еще почитать отцов церкви, чтобы понять, в каком смысле они употребляли слово. Но зачем это все здесь нужно? Читайте нормальную Библию. Те переводы, которые людям понятны, которые вы пользуетесь. Ни покогда не берите такие переводы типа Living Bible. Я не пользуюсь переводами, новыми евангельскими переводами вообще. Их полно сейчас в Германии. Знаете почему? Если вы возьмете новый русский перевод, сделанный в библейском обществе, то там в предисловии что-то написано. что этот перевод, как и большинство современных, построен не на буквальном понятии Библии, а на смысловом. Это значит, что там тайно в текст вложено понимание Библии переводчикам. Я понимаю, что я не могу не читать Библию, ничего вообще не понимая. Как я понимаю, так и читаю. Но когда люди сознательно в перевод в Библии вкладывают свое богословие, теологию, это уже смертельно. Вот сюда относятся эти Living Bible, Good News, немецкий Новый Евангельский перевод, Новый Женевский перевод. это читать нельзя и пользоваться нельзя. Ты прочитываешь Библию на церковь с замаскированными баптистскими комментариями, например. Потому что наши обычно этим не занимаются. Зачем это нужно? Читай и объясняй, вникай в слово, пребывай в нем, чтобы ты на основании слова мог объяснить. Словарь не поможет, светский не поможет, я уже привел примеры, библейский я тоже сказал. Вот. В то время, как автитет Библии в пробовании и учении он очень важный. И здесь все зависит не от того, каким переводом ты пользуешься, насколько ты знаешь Библию. Вот я вам скажу, вы же видите, я цитирую Библию, и она у меня лежит закрытой. Я ее читал больше пяти лет, по пять-семь глав каждый день. Я не учил ее на Иисусе, но когда она стала приходить, я стал это понимать. Это не так мало. Это не значит, что я все пять глав прочитываю за один момент. Я могу утречком прочитать две главы, днем две главы, на работе две главы, вечером две главы. Уже вышел с восемь, правда? Но со временем, через сколько-то лет, приходит понимание. И вот это понимание, когда ты можешь объяснять Библию, Библию, это то, что нужно народу. Все остальное это просто глупости. вот я отвечаю на ваши вопросы. Пение консервативных псалмов, авторы которых харизматов. Я думаю, что в этом правопросе есть противоречия. Харизматы не бывают консервативные, потому что сама харизматия, она построена на том, что человек больше полагается на свой разум, нежели на достоверность слова. Харизматию, мы вчера говорили на эту тему, вот, а я ему сказал, братья, вы неправильно вообще понимаете, харизматия – это не обязательно дикое прыгание. Харизматия начинается с того, когда верно слово заменяется умом, когда верно слово, которое говорит о святости жизни, об сокрушении духа, заменяется мышлением успеха. Ты успешен, если через тебя Бог действует. А теперь я вам расскажу пример. Я думаю, вы все знаете, Банихина. В Америке это известное имя. Был момент, когда на него братья все восстали. Знаете, почему? Он провел ночь в молитве на могиле Кэтрин Кульман, желая обновиться в селе. Они сказали, Бенни, что это такое? Приходит благословение с небылиного могиле умершего человека, какой бы он ни был. А вот здесь что-то меняется. мышление святости, искание Бога заменяется мышлением успеха. В этом смысле харизматы не бывают консервативные. Я скажу, эта вещь есть, это не обязательно должна быть дикая музыка. Ко мне подошли в Германии группа людей и говорит мне, Ричард, мы знаем, что ты не любишь харизматическую музыку? Не люблю. А вот мы тебе поставим тихую музыку. Они поставили, они одного не знали. Я, конечно, обратился в 20 лет, хотя выросли туранские семьи. Я был человеком, благоговеющим пред Богом всегда, но обращенным не был. и, естественно, я в это время смотрел разные фильмы. Они ставят мне музыку, я говорю, вы бы не простите, я всю эту музыку знаю. Это музыка из кинофильмов во время постельных сцен. Но постельные сцены не бывают дикими. Они бывают стонущими, выражающими чувства как-то. это все музыка. У них целая кассета такая была. Я говорю, вы зря мне ее ставите. Я могу вам называть по именам из какого это фильма и в какое-то что они в этот момент делали. Понимаете? Мне поставили, я не знаю, знаете, эту музыку не знаете, мне поставили Yesterday Битлзов. Я вам сейчас скажу, что под эту музыку можно делать. Под эту музыку можно заниматься только одним делом, тискать девчонок. Я прошу прощения. Ничего другого под это делать нельзя. Она вся грязная, липкая, пронизанная сексуальной нечистотой. И то, что она тихая, а не дикая харизматическая это ничего не говорит. Хотя я понимаю, что дикая харизматическая музыка, у нее очень сильно развитая ритмизированная сторона, ее цель, чтобы в этот ритм мы вошли и перестали думать. Что они добиваются? Это нужно нам? В этом смысле мы не можем петь такие песни. они должны говорить о Боге и не просто говорить «Ты велик». Знаете, написано, что кто хвалит друга с раннего утра, того скоро чтут за злословище. Они должны нам показывать величие Бога. Возьмите ваш псалом, он по-английски написан, я по-английски его не скажу, «Твердо я верю в мой Иисус, им я утешен и им веселюсь». Там же не просто говорится о том, что он велик, а там говорится какой он. Вот это и важно в псалмах поклонения. Я просто взял, возьмите «Amazing Grace», там то же самое, возьмите такой немецкий псалом, я об нем говорил, «Возьмите псалом о значит, возьми мы же мои руки впереди». Там же явно прослеживается ее отношение к пережитой потере жениха. Возьмите псалом, несется жизнь мирно подобно реке. Это написал американский оппозитор. Но там что-то было. Его жена поехала, он был бизнесмен в Чикаго, его жена поехала в Англию, поскольку он поддерживал Дуайда Муди в труде, и вся семья погибла при столкновении кораблей в Атлантике. Это надо ухитриться в Атлантике столкнуть корабли. Она осталась одна. Она пишет ему телеграмму, дорогой, у нас все дети погибли. Осталась я одна. Последняя, что я помню, как мою двухлетнюю дочку сильный поток воды вырвал из моих рук, и потом я потеряла сознание. Но он, конечно, все бросил, поехал в Англию. И когда он ехал, определял месте его капитана, говорит, поднимитесь, пожалуйста, на капитанский мостик. Он назвал его по имени, говорит, три мили под вами лежат трупы ваших дочерей. вот эта цена песни несется льжизмирно подобно реке, течет льжизмирно подобно реке, несусь не ли на бурных вазлах. Во всякое время вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь руках. Я не только по-английски хочу, я могу сказать вам маски, псалмов по-немецки, или возьмите земля бесплодная, земля бесплодная, безжизненная и простровая, написанная Виктором Ивановичем. Вы послушайте слова, что он говорит там о Боге. Мы не сможем, не будем проклинять эту землю. Друзья, и вы меня поняли о музыке, о Библии, вот. Теперь мы посмотрим вопросы. Ага, их много. Можно ли читать книги Сираха? Я начну немножко язвительно. Вот кто поставит такой вопрос, он Библию каноническую серьезно не читал. Написано, какое преимущество быть евреем или польза обрезания. Великое во всех отношениях, а наибольшее в том, что им верено Слово Божие. На каком языке книга Сираха? Уж точно не на еврейском, на греческом, а третья книга реезда и вообще на латинском. Я скажу так, в эти книжки совсем не читайте вообще, я буду не прав. Это довольно благочестивые книги, в которых имеется тенденция начатка проповеди. там есть, там тенденция так начиналось библейское мышление и библейские проповеди. Ты можешь прочитать, но только одно ты можешь, я только могу сказать, ты не можешь на этой книге строить свою веру. Ее нет на еврейском. Все, вопрос кончился. Потому что Ветхий Завет, он весь дан на еврейском. И канонические тексты Библии Ветхого Завета у евреев, они такие же, как и у нас. У них порядок не другой, а книги такие же. Сказать, что нельзя прочитать, я не могу строить на них веру, могу сказать нельзя. Нам важно пребывать в Слове Божьем. Если пребудете в Слове Мое, он говорит, Христос, вы истинно мои ученики, познайте истину и истина сделает вас свободными. Это то, что нам надо для жизни в вере. Это гораздо важнее, чем чтение комментариев и разных проповедей. Хотя они не всегда бывают плохие. Нам нужна гарантия и уверенность, потому что вера от слышания от Слова Божьего. Мы должны быть уверены, что мы читаем Слово Божье, а не что-нибудь другое. Вы меня поняли. Стоит ли писать конспекты для проповедей? Это от тебя зависит. Понимаете, есть люди, которые быстро забывают проповедь. Ну, напиши себе, о чем ты хочешь говорить? Я не пользуюсь конспектами, но у меня хорошая память. но я пользуюсь конспектами при библейском обучении. Вот если передо мной лежит вот такой листок, я на него бросил взгляд, и я знаю все, что там написано. По-немецки я так не могу читать книги. И когда передо мной лежит большой материал, который я должен преподать ученикам, я имею конспект, потому что я хочу что-нибудь забыть. Я просто могу забыть. В проповеди, если я что-то забыл, я могу как-то компенсировать. А в библейском обучении не могу. Это ваше дело. Вы можете писать конспекты для проповеди, но вы должны молиться, чтобы Бог вас и в этом благословил. Я знаю одного священника православного. Он говорит, я когда молюсь и пишу конспекты, я иногда вдруг начинаю писать вещи, которые я просто совсем не предполагал. То есть Бог начинает что-то давать. Можно не писать, если ты можешь запомнить. Но я понимаю, что есть люди, которых память стирается почти сразу после того, как они что-то получили. Напиши конспект, но это не обязательно. Будут ли Давид, Самуил, Илья, Моисей и вообще ветхозаветные праведники в вечности в церкви Иисуса Христа. Друзья, что написано в 12-м главе к евреям? Вот я все-таки прочитаю. 12-я глава, послание к евреям. Я не хочу что-то упустить. Здесь написано так. Вы приступили, я читаю с 22-го стиха, к Арисиону, к ограду Брога Живого, к небесному Иосалиму, к тьмам и ангелам, к торжествующей соборы и церкви первенцев, написанных в небесах, к судье всех Богу и духам праведников, достигших совершенства. Я думаю, что это каждому понятно, что торжествующие соборы и церкви первенцев, тогда были только недавно уверовавшие, это церковь. А вот духи праведники, праведников веры до совершенства, я думаю, что это Ветхий Совет. Духи праведников, веры, это мое мнение такое. Я понимаю, что эти люди, они какой-то другой подход имеют ко Христу, они будут в Царстве Небесном, они будут вместе с нами, потому что Христос сказал когда-то евреям, что будет очень плохо, если бы вы будете видеть Авраама, Исаака, Иакова в Царстве Божьем, а себя изгоняем их мол. Значит, они разделят с нами Царство Божие, но в доме моем обителей много, так сказал Христос. Они похожи, будут, похожи, я не настаиваю, они похожи будут занимать там какую-то другую позицию. Например, основание Нового Иерусалима, их 12, это имена колен Израилевых. Как они там будут, я не знаю, но какое-то они место там имеют. И это мы должны понять, а сейчас обязательно определить нам место это всем не нужно. Они будут в Царстве Небесном, они не будут изгнаны, но насколько они будут Церковь первенцев, Церковь тех, кто жил верою в Христа, был Вадим Духом Святым, исполнен Духом Святым, это может быть как-то по-другому. Они, кстати, тоже были исполнены Духом и пили из последующего камня, который есть Христос. Но это как-то по-другому было. И эту тайну я не знаю. Так, Откровение 21-24 спасенные народы. Но это к тому же, что я говорю примерно. Это относится к тому, это относится к тому, что не все люди обязательно идут за Христом, ведомые Духом, исполненные Духом. они умирают, а Бог их будет судить. Правильно? Те, кто войдет в Новый Иерусалим, это скиния Бога с людьми, это невеста Христа. А что делать с тем, которые не войдут? Ну, во втором Откровении написано, тех, чьи имена не были написаны в книге жизни, они были брошены в озеро Огненное. Но похоже, что не все будут брошены в озеро Огненное. Вот отсюда рождаются спасенные народы. Мы не можем проповедовать спасенные народы. Но есть какие-то люди, которые, может быть, не до конца чего-то допобедили. Они будут со Христом. Как? Не знаю. Но Библия говорит о каких-то спасенных народах, чего мы не можем проповедовать, потому что мы проповедуем Евангелие и говорим, что всякий верующий в него не судится, но перешел из смерти жизнь. Но там что-то будет, чего мы не знаем. Давайте мы оставим это Богу. Так, Еврея 12.23 Торжествующий набор Церкви Пенсия Духов Праведников Ростыг Это одно и то же или это о разных спасенных говорится? Я уже на этот ответ ответил. Я на этот вопрос уже, в принципе, ответил. Я понимаю, что есть очень много таких вещей, на которых мы не можем до конца ответить. Самый простой вопрос – что будет с детьми, которых матери абортировали? Здесь даже неважно, была мать верующая или не верующая. Она согрешила и от нечистого чистые не рождаются. Ну что, давайте их отправим всех в ад. Может, так нельзя делать? Может, надо отдать дело суду Божьему? А если мы отдаем Божьему суду, то они, по идее, в Иерусалим новый не входят. Потому что они войдет в ничто нечистое, предно мерзости и злу. А как Бог будет с ними решать? Давайте оставим это на него. Так, это более длинный вопрос. Я его под конец попробую сказать. объясните учение 1 Карвинфона 2 начала 4 стих «Слово мое и проповедь не в убедительных словах человеческой мудрости, но и в явлении духа и силы». Это очень хороший вопрос. Апостол Павел, он очень умный человек был, но он говорил, что Царство Небесное не в слове, а в силе. Я думаю, что любой человек, который вспоминает свое обращение реальное, он там есть момент, в который он не может сказать, что произошло. Был я не обращенный, стал я обращенный. Это сделала Божья сила. И мы проповедуем не в слове, а в силе. Это не значит, что слову нет места, но это значит, что мы проповедуем, мы ищем, чтобы слово и дух, о котором оно говорит, они проработали в нашем сердце и вера в нас умножилась. Вы знаете, я довольно скептически отношусь, когда мне говорят, вот и хорошо проповедовал. Но мы однажды были в Таллине. Ко мне подошла одна сестра, дает мне красный конвертик и говорит, ты прочитаешь дома. Ну, мы остались ночевать в Таллине, я его вскрыл, а там была написана фраза «Это тебе благодарность». Благодарность это одно из тех, кому стало легче подниматься в гору с твоей проповедью. Вы знаете, она меня достала. Я понял, что я кому-то сильно помог. Я эту сестру видел первый раз. Я понял, что я кому-то сильно помог. Это меня радовало. И это не только слова. Она слышала мою проповедь с кассетой. Но было что-то, что продействовало для нее, и она пережила благословение и помощь. Слава Богу! Наши слова не в убедительных, наша проповедь не в убедительных словах, а в явлении духа и силы. Это не буквально, что я ору на всю церковь. Нет, это то отношение к делу, когда благодаря моим словам в человеке что-то меняется. Может быть, почти шепотом говорится, но в человеке что-то меняется. он получает благословение. Это сила, это дух, потому что человеку преподносится что-то, что показывает его, какого мы духа. А это самое важное. Так, 1 Коринфянам, 1 А. «То благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Что значит юродством проповеди? Как проявляется юродство в проповеди, юродство ко спасению? Откуда пришло это слово? Юродство – это буквально безумие. В России были такие люди, их называли юродивыми. Они как ненормальные могли быть при князе или при царе и могли что-то сделать. В России их считали блаженными. в России блаженными. Такой поэме Борис Годунов там есть такой момент, когда они думали, русские думали, что Борис Годунов убил царевича, который должен был быть царем. И появляется этот человек, он просто безумный, у него пена и говорит «Царь, вели убить мальчишек, который отняли у меня копеечку, а как ты велел убить царевича, Дмитрия?» Он побледнел и говорит «Молись за меня, юродивый». То есть он выглядит как ненормальный человек, а они такого человека считали блаженным. Юродство проповеди, то есть люди не пришли к Богу в Ветхом Завете, какая бы великая мудрость ни была. И тогда Бог стал посредством проповеди, которая очень часто казалась безумным возвещать веру в Христа и спасение. Вот об этом имеется в виду, что Богу безумием проповеди было угодно спасать тех, кто в него верит. Вот это означает юродство, то есть мы ищем не просто каких-то умных слов, а мы ищем действия силы, которые может быть не всегда обязательно что-то мудрое есть. И это безумие, кто хочет быть мудрым в веке всем, быть безумным, оно тоже в этом смысле понимается, вот оно отсюда пришло из этой практики. Готовить проповеди один, используя мысли проповедников из интернета, искусственный интеллект. Я скажу так, искусственный интеллект, вы про него забудьте. Искусственный интеллект – это каким-то образом заложенный, переработанный конструктором, компьютером какие-то мысли определенные. Вот, они могут написать всё, что угодно, то, что туда заложено. Но фактически то, что я сейчас говорил, в явлении духа и силы, какой интересный у искусственного интеллекта дух и сила. Это уничтожение человека, человечества. Когда опыт компьютеров воспринимается как что-то нужное, используя мысли проповедников из интернета, нельзя строить проповеди на основании воровства чужих мыслей. Я могу спокойно сказать, что вот это так и так. Вот об этом Спёрджин сказал так, об этом кто-то сказал так. Это нормально. Но когда я не знаю, у меня внутри пусто, а я нацитировался чужих мыслей, и думаю, что это проповедь, потому что нравится, перед Богом это ноль. Готовить проповеди на коленях, читая Слово, пребывая в нём, смотря как Слово действует в моей жизни. Обычно проповедь бывает сильная, когда я использую Библию, использую её, как она мне помогла или чему она меня научила, и одновременно осмысливаю это на основании Библии. Вопрос становится больше, больше. Какой тайник, говорит апостол Павел? Тайна веры. Друзья, я хочу сказать, что вера это всегда тайна. Вот об этом он и говорит. об этом он и говорит. Когда он говорит о тайне, о тайне, которая сокрыта от прежних веков и родов, а сегодня открыта апостолом, это великая тайна. Христос в нас упование славы. Это тайна Евангелия. О ней Бог говорил ещё в древние времена в Ветхом Завите. это оставалась тайна. Павел говорит, что эта тайна открыта ему. Вот здесь речь идёт о том, что наше отношение с Богом всегда является какой-то тайной. И это мы должны понять. Когда написано «Таинство веры и чистой совести», это не имеется в виду, что не раскрывать секреты церкви. само собой не надо болтать, о них болтать с неверующими людьми. Но хранить тайну веру, это значит жить в вере, которая является тайной. И вот в этом отношении к Богу быть с чистой совестью. что значит представить себя совести всякого человека. Друзья, там написано же это, что апостол Павел, он не пытался ничего особенно скрывать. Он, может быть, не говорил какие-то вещи, но представить себя совести, это не пытаться приукрашивать свою жизнь. Что некоторые люди делают, пытаются показать себя героями, духовными людьми, он не боялся, когда люди его злословили, поносили, он представлял в себе совесть и всякий человек, а причем он говорит, для меня очень мало означает, как вы, обо мне судье, я мне Бог. Это была его позиция. О какой твари говорится в Римлянах 8? Тварь это творение. Тварь в данном случае творение. Туда может многое принадлежать и люди с их культурами, и ангелы, и даже животный мир. Я думаю, что здесь можно об этом дискутировать, сколько вам нравится, но фактически весь мир подвергнут большой нагрузке из-за грехопадения человека. человека. Мы видим это в человеческих культурах. Любая человеческая культура нанесет в себе элемент боли за разрушающие силы, которые действуют. Это можно видеть даже в коммунистической идеологии. Я думаю, что ангелы имеют нагрузку не просто славить Бога, а помогать людям в их борьбе прийти к Богу. Это можно говорить о животном мире в конце концов, потому что когда Христос придет, лево будет спать вместе с волом. Здесь говорится о тваре во всех ее проявлениях и, безусловно, Христос послал проповеды всякой твари, это значит всякому творению всем людям, которые не знают о Христе. Что такое море? В Откровении очень часто под словом море понимаются народы. И очень похоже, что море шумит и возмутится. Это речь идет о том, что в этот момент будет будет очень большая буря в народах. Что мы сегодня и видим? Я не думаю, вам не надо это много объяснять, что творится сегодня в Америке в магазинах после этого случая с Флойдом. Вы это знаете не хуже меня, я тоже это знаю. море шумит и возмутится. Это значит, что в народах будет не будет никакого покоя. Вот. То похоже это на то, как оно будет в природе, трудно сказать. Так, Евангелие от Луки 12 глава 49-50. Можно объяснить. Ну, там написано, что Христос говорит, огонь пришел я при неизвестной землю, как желаю я, чтобы он уже возгорелся, крещением должен я креститься, как я томлюсь, пока сие совершится. Ну, друзья, мы понимаем, что Христос прежде, чем излить Дух Святой, прежде, чем вознестись в основе, он прошел большие большие трудности. Об этом это говорится. что он прошел эти трудности, остался Богу верным, Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых и дал ему славу, чтобы мы имели упование и веру на Бога. Если вот об этом и говорится, что крещению Духом присутствовал целый ряд страданий Христа, его жертва за нас и то, что он должен был перенести. это так коротко. Марк 16, 17, 18. Почему сегодня кроме говорения на иных языках других знамений нет? Например, изгонять бесов. Это неправда. Есть другие знамения, может быть, просто их не так много. Я расскажу вам просто случай из моей практики. Мы были в Сыктывкаре, это столица Коми, которую мы посещали раз 15. И нам говорит, там сестра, у нее инсульт, она в больнице. Мы поехали ее проведывать, а в это время не обследования, никакого инсульта не было. Но мы поблагодарили Бога, зашли в палату, лежит бабушка. А вы можете за меня свечку поставить? Не, мы свечки не ставим в православном церкви, но если вы хотите, мы за вас помолимся. Помолитесь. Вы помолились и ушли. А вечером подходит нам сестра, которая работала медсестрой там, говорит, вы молились за эту женщину, за бабушку, что ли? Она говорит, это не бабушка. Эта женщина не такая старая, но у нее ноги не работают, она лежала парализована. Мы помолились, ушли, она встала и стала ходить. Слава Богу! И изгнание бесов тоже происходит. Только я вам хочу сказать, в некоторых случаях, наверное, Христос изгонял бесов, и у людей что-то открывалось. Но нам очень часто надо привести, чтобы человек пришел в понимание. Подходит нам папа одного человека и говорит, столько молились за моего сына, он выйдет из плохого страны, опять входит за изгнание. Я говорю, вы мне простите, с этим человеком Павел ничего не стал делать. Почему? Ну, я говорю, вы посмотрите, что он делает. Он приходит, его дьявол мучает, он кается, просит прощения, когда его бес оставит, он начинает смотреть снова порнографию. Ну, и как вы думаете, это все кончится? Это, конечно, не кончится. Он где-то должен начать правильно стоять. Правильно стоять. Бог освободил его. Бес его не мучает больше, но ему нравится это. Поэтому это не то, что так нет. У нас такой был случай, у этой сестры должны были ампутировать почку. Она пришла, мы за нее помолились, помазали ее. Она сразу говорит, кричит, можно сказать, Бог исцелил меня. Завтра идет к врачам, а завтра у нее операция. Она приходит, он говорит, ну, сейчас вы будете ложиться на стол, говорит, доктор, проверьте меня еще раз. Ну, мы же тебя проверяли два дня назад. Доктор, проверьте меня, еще проверять ничего нет. Что ты делала? За меня молились в церкви. Я всем буду такой рецепт прописывать. Это были слова врача. Но я хочу сказать, Бог, он не фокусник. И просто так он какие-то вещи не будет делать просто потому, что мне хочется увидеть, как он действует. Вот такие вещи он делать не будет. Фокусы делать он не будет. Удовлетворять наше желание увидеть чудеса он не будет. На это рассчитывать не придется. Но в Германии было такое слово придет очень тяжелое время. Однако те из молодежи, которые будут ходить в истине, не снова увидят, как воскрешают мертвые и исцеляются больные. Это не делается там, где человеку просто хочется посмотреть что-то. Нет. А вот в Азербайджане, когда там начиналось пробуждение, я разговаривал с их епископом. К тому одного человека умерла жена от рака. А он говорит, мы были уверены, что Бог ее воскресит. Это не человек фантазер. Потому что у нас было много таких случаев. Это он говорит. Я больше к этому добавить ничего не могу. Но в тот момент, когда стало страшно и тяжело, Бог начал помогать тем, кто ходил во свете. Не к тем, кто хотел получить милость, а сам при этом жить плоской жизнью. Все же написано, что достигайте любви, ревнуйтесь о дарах больших. Дорожка к благословению идет через долину уничижения, где мы учимся любви. Так, от молодежи и наших братьев обетование Господа отцам. Ну, там буквально, насколько я понимаю, тут мест в Писании нет, там идет речь о том, что Божье призвание и обетование непреложное. Это дано отцам. И Павел говорит, что Бог не отверг народ свой, и он будет вести работу, чтобы привести Израиль к себе. Это реально сегодня. Он ведет эту работу очень интересно. Если мы посмотрим, сколько было дано милости Израилю от его врагов, а вот сейчас они там начали между собой спорить, и у них практически вот эта вот война с Хамасом, она пришла неожиданно, потому что не занимались чем ей нужно. Но Бог все равно им помог. То, что Бог отцам обещал, то, что Бог говорил о том, что Дан будет аспидом на пути, змеем уявляющим в ногу, так, что всадник сплыхнется назад, на помощь ты надеешь, Господи, она стоит с собой в антихристе. Это не самое страшное, что еще Израиль ждет. Бог помогает Израилу, а потом начнет спрашивать, чтобы они пришли ко Христу. И это мы должны понимать. Так, закон Моисея и конец закона Христос. Друзья, мы должны этот вопрос правильно понимать. С этим вопросом у нас есть такая каша, что аж плохо. мы с вами откроем тринадцатую главу Деяний, и там написаны такие слова. Это проповедь Петра у Корнилия. И здесь написано так. Я буду читать тридцать восьмой, тридцать девятый, тридцать седьмой по тридцать девятый стих. Тот, которого Бог воскресил и увидел тление. И тогда будет известно вам, мужи и братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законному Моисею, оправдывается им всякие верующие. То, что люди не могли оправдаться законом, не потому, что закон совсем плох, он очень даже хорош, написано «закон совершен», но он ослаблен плотью. Человек не может своими силами получить то, в чем он нуждается. Он не может получить прощение, но прощение дает Христос. Это конец закону. Закон говорил, что проклят всякий человек, не исполняющий все написано. А мы знаем, что вера в Христа мы получаем прощение. Но это только одна треть от всего. Понимаете, некоторые люди, они просто очень примитивно прочитывают конец закона Христос. Действительно, мы оправдываем, система оправдания, она полностью совершается в нас благодаря жертве Христа. но Христос сказал, исследуйте Писания, вы думаете, через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют обо мне. Это же Ветхий Завет с его законом. Библия говорит, что он, Христос, когда шел с двумя учениками в Ямаус, он стал им рассказывать все, что о нем говорится в законе, пророках и псалмах. Это весь Ветхий Завет. Так для них Ветхий Завет по-еврейски называется Танах, Тора, Небиим, Кетубим. То есть закон пророков и Писания. Поскольку первая книжка в Писаниях, это третья часть, это Псалтырь, он говорит в законе, Писаниях и Псалмах. В законах, пророках и Псалмах. Об этом говорилось всегда, что придет Мессия, на него будут уповать народным, придет Искупитель Сиона, отвратит нечестие от Иакова. И то, что Библия свидетельствует в Ветхом Заветиях в Христе, это никто не отменял. И закон, который учит нас правильно поступать, как Павел пишет, ты с детства знаешь Писание. А что там было? Там же Евангелия не было. которые могут умудрить тебя верою в Христа и научить своими словами правильно жить. Свято правильно. Это не отменяется. Закон учит нас вместе с Евангелем и Писанием и посланиями жить верою во Христа. о Христе говорит все. Раввины говорят о том, что мир был создан для Мессии. Лютер говорил, что Христос перспектива всех Писаний. Это никто не отменял, но они указывают на него опять закон, конец закона Христос. И в этом смысле он учит нас правильно. Не убей, конечно, не убей, но только еще не ненавидь брата. Не прелюбодействуй. Конечно, не прелюбодействуй, но кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует. В этом смысле Евангелие более строгое, чем закон. Вы понимаете, что, в принципе, Давид там ходил по этой крыше и увидел эту самую Версавию. По-немецки этот текст чуть-чуть звучит по-иному, он не противоречит, но по-немецки звучит так. Он, когда увидел эту женщину, он спросил, не Версавия ли эта дочь Елиама? Он должен был ее знать. Это были его близкие люди. Будет смешно, если я знаю моего друга и не знаю его детей. И пока он там ее разглядывал, мы понимаем, что это плохо, потому что мы смотрим с позиции Нового Завета. Но он вообще не грешил, потому что первое, кто сказал, кто смотрит на женщину в суждении, был Христос. Он, безусловно, не хотел ни смерти Урии, ни делать такую неприятность Елиаму. Да и, в конце концов, Ахитофел, он превратился в врага Христа, врага Давида. Он не мог перенести, что Давид с его внучкой сделал. Она была внучкой Ахитофелла. Это можно по Библии нетрудно найти. Он не мог это пережить. И когда он предложил Давиду Авесолому, поставить палатку, вы знаете, что он с его наложницами сделал. По-русски, если это весь Израиль узнает, что ты ненавистен стал для Давида. А на еврейском и на немецком звучит так, я думаю, по-английски тоже так. Он сказал, и весь Израиль узнает, что ты стал для Давида вонючим. Вот так вот. Это была его логика. В этом опять нет никакого противоречия. Он попросил, что это за женщина, но он, по идее, должен был знать. В этом смысле закон, он остается в силе, только он усиливается Христом. Есть еще одна сторона закона. Закон Тора – это не просто требование определенной праведности, без которой человек погибнет. Это также научение. Тора по-еврейски – это учение, но это также и характер жизни. Вы вспомните, Павел пришел в Иерусалим. Они ему говорят, послушай, брат, Израиль говорит, что ты учишь людей везде не соблюдать больше закона. Покажи, что это неправильно. Принеси за жертву плату. Какая жертва? Павел это все делает. Потому что закон – это также образ жизни. Эти люди безусловно верили, что Христос их спаситель. Они же уверовавшие были, ему так и сказали, но при этом то, чему они были научены от отцов, они это не убирали. это кстати причина, почему мы не можем до конца прийти по некоторым пунктам к единству. Одни так считают, там с женским положением, когда у него месячные, другие по-другому, вы никогда не придете к единству, потому что к нему не пришла первая церковь. Но образ жизни оставался. А у вербших язычников мы пишем, что они это не соблюдали. А для них это оставалось гораздо больше, чем мы думаем. И Павел не спорил, но спокойненько, примиленько уплатил за них, за их жертву, хотя это ему не помогло. Его восстали фарисеи и взяли его в оборот. Но закон это носит три таких вещи. Система оправдания, научение и образ жизни. Если мы сегодня оправдываемся не законом, а Христом, конец закона Христос, то совсем не значит, что образ жизни для нас упразднен. Мы, конечно, не будем бросить жертвы, мы другие вещи не будем делать, это не надо, но еврейские христиане сегодня все это соблюдают. Нравится мне, не нравится, закон определяет порядок жизни. В этом есть вещи слабые для еврейства и есть вещи сильные. Мы же видим сегодня, что во всем мире христианство теряет всякое понимание порядочности. Я о христианах говорю, о харизматах в первую очередь, а израиль чего-то придерживается. израиль что-то придерживается и то научение, которое дает закон, оно никуда не упразднялось. Мы очень многому чему можем научиться. Я думаю, понятно. Ну да, вот это и стоит. Какая в этом взаимосвязь, я уже об этом сказал. Закон добрый, если кто законно употребляет его. Это Павел сказал, который написал, что конец закона Христос. Но это он написал, что закон добрый, если кто законно употребляет его. Так, я думаю, понятно. Понятно.